ВКонтакте, о релизном цикле, разберем одну историю, и соберем немножко выводов о том, как это все происходит. Коротко, ВКонтакте. Крупнейшая социальная сеть в России, 100 миллионов пользователей в месяц, 15 миллиардов сообщений в сутки, 1,3 просмотров видео за сутки, 9 миллиардов просмотров записей в сутки. То есть люди скроллят ленту, смотрят видео, общаются, и это на самом деле очень-очень здорово. Как мы тут недавно выяснили, Android действительно является самой популярной платформой, и для того, чтобы пользователи прекрасно этим пользовались, у них не было багов, и все было хорошо, они были счастливы и довольны, мы прикладываем очень много усилий. И если коротко, то у нас очень высокий процент краш-фри, если проще, то менее 1,1% от всех пользователей Android-приложений у нас по каким-то причинам крашится, пока что, но мы над этим работаем, их будет еще меньше. У нас недельный релизный цикл, мы гоняем более тысячи стабильных автотестов, и всего 4% из них могут немножко сбоить, но мы их постоянно чиним, это число постоянно уменьшается. И 9 сборок катаются в магазины приложений, мы внимательно за тем, что происходит в мире, у нас есть отдельные сборки для Google Play, есть отдельные сборки для Huawei, для того, чтобы и те, и другие пользователи могли совершенно спокойно пользоваться, получать пуш-уведомления и все остальное. Из бакс-фиксов более 200 тысяч у нас уезжает каждую неделю автотесты, мы стараемся гонять довольно-таки быстро. Мы выпускаем 4 стандалон-приложения на весь мир, это основной клиент ВКонтакте, он у нас катается уже давно, это VK Messenger. Вот если есть кто-то в трансляции или здесь, из Казахстана, они знают, что это приложение было там, сейчас оно ездит в том числе и на Россию, и на весь мир тоже. Это произошло буквально недавно в мае. И в мае же у нас появились еще два приложения, мы зарелизили VK-клипы и VK-звонки отдельными приложениями для тех, кому не обязательно, как бы не хочется смотреть ленту, но при этом удобно общаться с звонками ВКонтакте или смотреть клипы. А еще мы счастливо владеем фирмой в 400 эмуляторов и более 400 реальных устройств. Немножко подробнее об этом расскажет Даниил Смирнов в следующем докладе. Даня, аплодисменты. Готовься. Так, ну, как я сказал выше, мы катаемся в самые разные магазины приложений, мы ездим в Google Play, в Samsung Galaxy Store, в Huawei App Gallery, в Vivo, в Xiaomi GetApps, в Rustore, ну и в общем-то в других магазинах мы тоже есть, можно нас там найти, если нас там еще нет, то мы над этим активно работаем. Вот. Поскольку у нас недельный релизный цикл, то нам важно, чтобы пользователи были счастливы и баги были устранены, поэтому мы работаем, в общем-то, вот по такой картинке, работаем в рамках недельного релизного цикла, релизимся в несколько сторов и катаем бету. У нас есть программа бета-тестирования Вики Тестерс, где участники бета получают сборки до релиза буквально за несколько дней и могут найти что-то существенное и сделать приложение еще лучше. И мониторим раскатку релиза 24 на 7. Ну, разумеется, периодически уходя поспать, покушать и заняться чем-то полезными делами. У нас вот один товарищ, например, сегодня в театр ушел. Собственно, это очень здорово. Любое приложение — это не только внешняя оболочка, но и еще огромное количество фич или исправлений багов, или еще чего-то, что, собственно, влияет на релиз. Здесь бессмысленно катать одно и то же, поэтому у нас есть новые фичи, мы постоянно что-то улучшаем, постоянно что-то делаем. И у нас есть свой релизный цикл в рамках релизного цикла по фичам. У нас есть следующие пункты. У нас есть ветка фичи, то есть у нас есть продуктовые команды. Они придумывают, что сделать нового и классного. Делается фича. Делается она обязательно в ветке фичи. И в ней прогоняются тесты, пайплайны, ее мы тестируем. После этого мы эту фичу заливаем в нашу основную ветку приложения, которая есть всегда. Эта ветка называется девелоп. В девелопе находятся все протестированные приложения, все протестированные фичи. С ней мы работаем до определенного времени. Потом, когда, в общем-то, все нужные фичи въехали, на самом деле там есть дедлайны по дням. С этой ветки срезается релизная ветка, и эта ветка проходит стабилизацию. И после того, как мы уверены, что то, что мы сделали, можно укатить на пользователей, мы укатываем в мастер, и после проверки мастера он становится доступен пользователям. Это немножечко вводный, которых полезно знать, оно пригодится нам в будущем. В целом можно разложить это на… ну не то чтобы на три недели, на самом деле это раскладывается немножко проще. У нас есть предрелизная неделя, в которую мы, собственно, закидываем фичи, срезаем ветку, выпускаем беты и уходим отдыхать. Релизная неделя, на которой происходит все самое интересное, происходит стабилизация, релизы, докатки, если они нужны, и пострелизная, когда мы убеждаемся, что все, что уехало, уехало хорошо, и завершаем этот релиз, готовим уже следующий. Давайте разберем их подробнее. Вроде бы все красиво, все нормально, обычная неделя, обычный релиз, когда может пойти что-то не так? На самом деле, когда угодно. До релиза, в момент начала раскатки, во время раскатки и после релиза на самом деле тоже. Давайте остановимся на этом подробнее. Поехали. Стабилизация с пятницы по вторник. До пятницы мы закатывали фичи, у нас все приехало, автоматика срезала релизную ветку, собрала бета. Мы посмотрели, что вообще въехало в эту релизную ветку, чего нам потенциально ожидать. Оцениваем риски на основе того, что уже приехало, и то, что еще может добавиться. То есть вместе с фичами там еще могут быть какие-то багфиксы. Проверяем миграцию и выпускаем бету. Миграция — это обновление клиента с предыдущей версии на следующую, потому что это нормально, когда у тебя стоит версия, допустим, там 1.0.1, там уже загружены приложения, там уже загружены сообщения, там уже загружена всякая информация, типа в кэше находится видео или истории. Вот для того, чтобы все это не перегружать заново, можно просто накатить свежую версию, сделать так, чтобы эти данные подтянулись, чтобы все хорошо произошло, и новая версия могла спокойно работать с данными, которые были раньше, и с этим жить дальше. Вот. Проверяем данных Firebase по прошлому релизу, то есть каждую неделю у нас идет релиз, и предрелизная неделя является релизной для предыдущей версии, а пострелизная неделя является релизной для следующей, для следующего релиза. Вот. Оцениваем, собственно, отчеты из бета, которые уже начинают летать, то есть там мы в пятницу залились в бету. В выходные у нас ребята из программы VKTesters. VKTesters, огромный вам привет. Я знаю, что вы с нами. Смотрят, заводят баги. Мы внимательно изучаем их, разумеется, заводим, чиним, проверяем и сдаливаем релизную ветку, и релизим бета во все дни. То есть бета у нас уезжает в пятницу, в понедельник, вторник и так далее. Казалось бы, что может пойти не так? Во-первых, вливаются инфраструктурные изменения, которые не позволяют собрать сборку для бета. То есть, грубо говоря, у нас есть что-то очень инфраструктурное, мы пробуем собрать свежую релизную ветку в бету, она не собирается, там что-то падает. Ну, получается. Вливается функциональность бестогла, которая может сломать некоторые части приложения, или все в приложении целиком. Здесь еще немножечко внутренней нашей кухни. Мы работаем с фичами и делаем их все за фичи-флагами. Фичи-флаг — это настройка, которая прилетает с бэкэнда, которая может говорить нашему приложению, что необходимо открыть, а что открывать пока не нужно, потому что оно, например, не протестировано и так далее. И на самом деле фичи-флаги сделаны для того, чтобы если у нас какая-то фича, которую мы все думали, что она протестирована, она оказалась протестирована, но не до конца, чтобы пользователи не страдали, им не пришлось обновлять приложение, мы можем просто повернуть тоггл, и эта фича, конечно, уйдет на какое-то время, пока ее не починят, и она не поедет в следующем релизе, но пользователи не будут страдать, соответственно, у кого-то что-то моргнуло на какое-то время, но главное, что не страдает повсеместный, и не страдает почти никто. Это очень важно, потому что пользователи, и в принципе люди очень любят, когда что-то глючит, и особенно когда она глючит очень долго. Вливаются изменения, которые физически не должны быть в клиенте, всегда или до определенного момента. Из таких историй, наверное, у нас можно рассказать о релиз нового логотипа ВК, когда это произошло почти год назад. Поскольку в приложение могут заливаться только те иконки, которые показываются, нам приходилось в определенный момент времени катать определенную сборку уже с новыми логотипами для того, чтобы на всех Android-устройствах появился новый логотип ВКонтакте. Для тех, кто помнит, это произошло почти год назад. И бывает такое, что не завершены работы по предыдущему релизу. Что может произойти? В предыдущем релизе что-то очень сломалось, там потребовался hotfix, но об этом мы поговорим попозже. Несколько секунд просто подумать, как бы вы могли разрешить эти проблемы. Вот. Просто про себя. Раз, два, три, четыре, пять. Собственно, я уверен, что у вас есть хорошая идея. Мы, в принципе, сейчас решаем эти проблемы вот таким образом. Мы заранее проверяем релизные сборки, чтобы видеть, что они все собираются и запускаются. Вот. Например, как бы у нас есть время, когда должна уехать бета. Мы за несколько часов до запускаем сборку, проверяем, что она действительно запускается, все хорошо, все отлично. Мы уверены, что все будет в порядке. Внимательно проверяем функциональность, которая едет без тоглов. То есть есть, например, экраны типа авторизации или еще какие-то экраны, на которые тоглы просто физически сложно повесить, потому что взаимодействие минимально. И пригоняем автотесты. На самом деле автотесты гоняются всегда и на всех этапах, потому что автотесты – это здорово, и они на самом деле помогают отловить очень много, что порой можно пропустить просто руками, потому что руками – это долго, автотестами – это быстрее и качественнее. Улучшаем пайплайны, следящие за коммитами, которые едут в девелоп. Там не только автотесты, там еще есть набор всяких мелочей, которые необходимы. И следим за аналитикой по предыдущему релизу, держим руку на пульсе. Поехали дальше. Наступает среда. Среда – это день, когда мы, собственно, катаемся в сторы. Что мы делаем в среду обычно? Мы повторяем предыдущие шаги, то есть у нас там бета, баги заведенные, фиксы, аналитика, Firebase, Crashlytics и так далее. Делаем финальные смоу проверки, проверки миграции для сборок всех магазинов. А я напомню, что у нас для Huawei отдельные сборки, для Google отдельные, потому что у Huawei нет определенных сервисов, а у Google нет таких сервисов, которые есть у Huawei и так далее, и так далее. Вот. Делаем изменения из ветки релиз, мы перекатываемся в мастер, то есть у нас релизные ветки становятся мастером. И едем в магазины на 10% и выпускаем бету. Наверное, тут есть логичный вопрос, почему едем на 10% и не сразу на 100%. На самом деле ответ прост. Если ехать сразу на 100%, то нет возможности для маневра. Огромному количеству людей сразу прилетает новая версия. Если сделать хотя бы на 10%, наша аудитория довольно-таки большая, на небольшом проценте мы можем увидеть, что на самом деле происходит с клиентом и что происходит у пользователей. И если что-то идет не так, то мы, во-первых, страдает меньшее количество пользователей, во-вторых, мы можем очень быстро тормознуть раскатку. Итак, какие тут проблемы могут быть? После фриза остаются мажорные задачи, то есть кто-то что-то не успел сделать по какой-то непонятной причине, не собирается мастер ветки, то, с чем мы, в общем-то, работаем. Есть проблемы прогуарда из сельфиннинга. Если вкратце, прогуард — это штука, которая позволяет обфусцировать клиент, то есть если его кто-то захочет разобрать, придется немножечко постараться, поработать. Не сказать, что это стопроцентное решение всех проблем, но все равно это лучше, чем ничего. И сельфиннинг — это очень важно, это то, что позволяет прятать запросы, то, в общем-то, с чем сейчас, по-моему, работают практически все приложения. Проблемы с миграцией с версией на версию Yoma обсуждали немножко раньше, и, собственно, все это ставит под угрозу раскатку. Тот же вопрос, что можно сделать в этих ситуациях. Пять секунд на размышления. Раз, два, три, четыре, пять. Мы делаем приблизительно вот так. Мы находимся на связи с нашими продуктовыми командами, уточняем сроки вливания фиксов в релизную ветку. То есть для нас важно, чтобы к определенному моменту все было готово, мы могли быть уверены, что мы поедем своевременно, что у нас ничего не произойдет. Мы находимся на связи с командой мобильной инфраструктуры, которая всегда готова посмотреть причины поломки ветки. У нас потрясающие ребята, которые работают в команде мобильной инфраструктуры, и вам тоже огромный привет. И они, в общем-то, помогают. Благодаря ним мы действительно к определенному времени в среду почти всегда готовы. И вот сегодня мы на самом деле уже собрали мастера. Мне кажется, уже поехали в магазины. Собственно, точно так же прогоняем автотест и проверяем миграцию. Во-первых, еще во время выхода в бета. И во-вторых, когда уже все мастеры ветки собрались, мы собираем все сборки, смотрим, что Huawei нахатывается на Huawei, Google на Google. Остальные магазины на остальные магазины и так далее. Увеличение процента раскатки. В среду мы уехали на 10%, осталось еще где-то 90%. В четверг утром мы просыпаемся, соблюдая Workflow Balance, разумеется. Оцениваем проблемы в аналитике, в Firebase, в Google Play, в поддержке и в наших чатиках. Мы взаимодействуем обязательно с командой поддержки, поэтому если у вас что-то ломается, если что-то идет не так, не стесняйтесь писать, в том числе, в поддержку. Если кто-то думает, что ее никто не смотрит, поверьте, мы смотрим поддержку, и для нас поддержка очень важна. Ну, собственно, поддержке тоже огромный привет, вы потрясающие. Спасибо, что вы есть. Собирая информацию о том, что происходит, если мы видим, что совсем что-то плохое, мы можем тормознуть раскатку, если мы понимаем, что, в общем-то, все в порядке, мы можем просто добрать фиксов, докатить их в релиз, либо мы можем просто увеличить процент. То есть мы тестируем, мержим багфиксы, заводим проблемы и релизимся уже на 99%. И выпускаем бету, если какие-то изменения были нужны для того, чтобы ребята из бета тоже посмотрели, что там происходит. На самом деле здесь будет спойлер, что иногда, когда смотреть в четверг уже нечего, мы выпускаем бету уже следующего релиза, потому что плюс один день к релизному циклу, который находится в бете, это плюс еще какое-то количество багов и более безопасный релиз на следующей неделе. То есть если вы живете релизными циклами, вы понимаете, что у вас есть свободный день, не стесняйтесь его потратить на следующий релиз, возможно, что это вам будет очень здорово и очень комфортно. Какие тут проблемы? Ну, все, что сказано. Firebase Crashlytics, Google Play Console, проблемы в поддержке. Продакт-менеджеры через свою аналитику, которая тоже добавляется, потому что без аналитики кататься немножко бессмысленно, когда ты продукт, и ты не знаешь, что происходит с твоей фичой, видишь, что что-то идет не так. Это ставит под угрозу релиз, но есть еще возможность для маневра. Как это поправить? 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, мы в текущий момент где-то вот так вот это делаем. То есть мы мониторим Firebase Crashlytics, заводим баги, обращаем внимание ответственных на новые краши, мониторим сообщения от поддержки и постоянно находимся на связи с продакт-менеджерами фич, которые уехали в новый релиз. Собственно, последняя часть, пятница-суббота, пятница-понедельник, это в пятницу мы делаем, в принципе, то же самое, что и в предыдущие дни. Мы проверяем, все ли в порядке, тестируем, если что-то идет не так, заводим, и самое главное, мы начинаем раскатывать тогла, фич, которые должны были поехать в этот релиз. Вот. Это необходимо для того, что в среду открывать все тоглы на самом деле бессмысленно, потому что там народу очень мало обновилось. В четверг, когда мы поехали на 99%, за ночь пользователи уже начинают обновляться. Здесь маленькая деталь о том, как вообще работают магазины типа Google Play и остальных. Раскатка на 10% или на 99% на самом деле не означает, что сразу пользователи обновятся, на 10% и на 99%. Эта цифра открывает возможность пользователям обновиться до новой версии, то есть 10% от общего количества пользователей или на 90%. Вот. Есть люди, которые, у них стоит автообновление, они утром просыпаются, у них новая версия. Есть люди, которые вручную смотрят, о, пришла новая версия, я обновлюсь. Я делаю так же, кстати, и всем советую. Вот. И когда в пятницу у нас уже достаточное количество есть, мы начинаем открывать тоглы и начинаем смотреть, что у нас происходит, появляются новые данные. Если там что-то идет не так, то всегда можно обратно закрутить, все будет хорошо. Какие тут проблемы? Раскатки тоглов, поворачивание ручек, приводящие к этому краша, изменения на бэкэнде или на аппе. Понятно, что ВКонтакте, как любое вообще, в принципе, клиент-серверное приложение, не может внутри себя генерировать информацию и, по сути, рисует только то, что отдает бэкэнд. В принципе, мы тестируем абсолютно, но стараемся максимум кейсов покрыть, того, что может прийти с бэка, и даже если приходит что-то невнятное, мы стараемся это красиво обрабатывать, чтобы не было того, что приложение падало. Но в жизни случается всякое, что на самом деле на 100%, к сожалению, гарантировать никто ничего не может, поэтому такое может случиться. Хотя у нас давно, по-моему, такого не было. Обстоятельства непреодолимой силы. Может, кто-то помнит историю, когда Google обновил WebView. Это привело к тому, что у огромного количества приложений не только ВКонтакте начали падать приложения, просто либо на запуске, либо когда они добирались до окна WebView. Здесь как бы, ну, понятно, ничего сделать нельзя. Вот. И бывает такое, что в дата-центре тоже что-то может произойти, потому что это все равно физические сервера, а там может быть жара, может быть холод, может быть еще что-то. Вот. Собственно, это проблема, при наличии которых релизов уже остановить нельзя, и можно исправлять ситуацию только ручками или тогглами. Здесь маленький контекст. Ручки — это то, что мы можем поворачивать конкретно на бэкэнде. Вот код, который идет с бэкэнда. Тогглы — это то, что мы поворачиваем, то, что идет на клиента. У нас есть такое небольшое различие. Вот. И которые закладывались для безопасности расходки. И если их нет, то мы делаем хотфикс. Собственно, как бы вы решили эти проблемы? Тоже 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Собственно, ну на самом деле каждый решает по-своему. У нас в текущий момент вариант решения такие. Происходит это так. Ответственные тестировщики, важная деталь, это не ответственный за релиз, а это тестировщики, которые тестировали фичизов, проверяют их запуск, потому что ответственный за релиз не может знать о том, что происходит в 200 issues, в фичах или в фиксах. А вот те, кто тестировали, они, скорее всего, в курсе. Они же тестировали. Вот. И при необходимости они могут выключить их ручками на беке или на клиенте. То есть они могут сделать так, чтобы все стало хорошо. Бекенд, разумеется, отслеживает изменения в своей статистике и всегда готовы откатить свой код, если что-то поехало совсем не то. Такое, как я говорил, происходит редко, но мало ли. И, разумеется, отслеживаем происходящее в мире, потому что мы не можем повлиять на то, что нам скажет Google и на самом деле никто, кроме Google, не может повлиять на то, что скажет Google. Так оно в жизни и происходит. Вот. Сейчас у нас будет небольшая история, и мы вместе попробуем привести такой интерактив. Будет дана реальная история, которая у нас была, наверное, где-то пару лет назад. вот, и мы попробуем пройти задачку от ситуации до исправления. Значит, по-моему, сентябрь или октябрь 2020 года на самом деле уже не так критично. Обычный релизный цикл. В быть, появились два человека, которые говорят, слушайте, ребят, вы знаете, у нас что-то падает приложение. А просто падает, падает. На запуске никто не смог снять логи. Ну, как бы окей. Ответственный за релиз. Попробовал воспроизвести, посмотрел, что получается. Стало понятно, что не очень получается, не воспроизводится. Решил, что, ну, два человека маловато, наверное, если бы там было серьезное, падало бы больше. И решили, что это не блокер и укатились в мастер на 10%. В четверг утром мы проснулись и увидели, что у нас взрывается поддержка, взрывается Google Play о том, что новая версия приложения падает на запуске. Firebase Crashlytics пусто, Google Play не дает информацию о сбоях. Собственно, вопрос, как нам найти проблему. Итак, зал. Поднимаем руки. Кто считает, что надо сделать первым вариантом? Есть ли такие? Так, отлично. Отлично, отлично. Кто голосует за второй вариант? Открутить все тоглы, которые появились в текущей релизной ветке. Так, супер. Кто за третий вариант? Просто все тормознуть. Отлично, большинство. Ну, на самом деле, как бы, да. В принципе, все три варианта правильные, и все три имеют право на жизнь, но начинать надо с самого начала это тормознуть раскатку, потому что у нас к утру там есть уже определенный процент пострадавших, а мы помним, что 10% это не те, кто обновились сразу, а те, кто еще будет продолжать обновляться. Вот для того, чтобы они не обновлялись, чтобы они жили спокойно, мы тормозим раскатку. Мы начинаем изучать вообще со всех сторон, что происходит, пробуем изучать, что за пользователи падают, какие у них типы аккаунтов, какие тоглы на них могут быть повернуты до релиза. Обращаемся к бете, пробуем искать пострадавших там, и, разумеется, смотрим на девайсы пользователей, которые приходят в поддержку и в отзывы в Google Play. Если коротко, то у Google Play есть удобство, когда люди пишут отзыв, вместе с ним остается его вендор и версия андроида, и, собственно, девайс, это очень часто помогает находить багги и фиксить их для того, если это девайс-специфик проблемы. Вот, если кто-то еще этим не пользовался, пользуйтесь, это очень помогает. Собственно, развитие у нас было такое, мы тормознули раскатку, начали поиск воспроизведения, выяснили, что у нас страдают пользователи на Android 8. Как бы это иронично не звучало, сейчас как бы уже Android 13, тогда это был Android 12, Android 11, но люди пользуются до сих пор, потому что люди по стране на самом деле очень круто разнятся. Те люди, которые пользуются мобильными телефонами, флагманами ближе к центрам, на периферии, в менее населенных районах, они обычно используют более такие старые девайсы, потому что это Россия. Вот. В отзывах Google Play попросили пострадавших пользователей прийти в поддержку, чтобы собрать больше данных. В быте был объявлен клич о том, что ищутся люди, и разработчики, абсолютно все, скинулись и начали изучать, а что же там, собственно, происходило. Как итог, мы нашли людей из быта, мы создали чатик, в этот чатик вошли как раз те самые люди, те два человека, у которых падало приложение, добавили туда разработчика и скорой инфраструктуры, добавили пару тестировщиков, для того, чтобы все это вместе сделать. Совместными усилиями нашли комбинацию условий для воспроизведения, там, на самом деле, все было очень хитро, потому что там зависело от типа пользователя, от того, что делал пользователь до определенного времени. И после озвученных шагов, в общем-то, краш распроизвелся у команды разработки. Одна маленькая деталь. Логи и отладки не дали, к сожалению, никакого эффекта. И отсюда вопрос. Вот, краш воспроизводится, логи есть, но толку от них никакого совершенно. А что делать дальше-то? Итак, первый вариант. Продолжать искать проблему, имея новые логи, в попытке что-то там найти. Кто голосует за этот вариант? Так, один человек. Отлично. Второе. Добавить логи в сборку и попробовать воспроизвести на ней. Вот. Если да, отлично, несколько человек, это очень здорово. Немножечко контекста для тех, кто не понял, что означает этот вариант ответа. Иногда бывает такое, что разработчики в любое приложение закладывают логи, оно позволяет потом жить в дальнейшем, но иногда разработчик не может предположить, что в конкретном месте необходимы логи для того, чтобы починить фичу. Поэтому, собственно, что-то падает, непонятно почему, разработчик понимает приблизительно место, где это может упасть, и туда добавляет дополнительные логи, проверяя какие-то ситуации, там, стейты или еще что-то. Отдает эту сборку пострадавшим, пострадавшие приносят новые логи, в этих логах становится видно, что там происходит. Это вкратце суть второго варианта. И третий вариант — это искать сборку просто, в которой перестанет воспроизводиться краш методом бисекта. Вот. Отлично. Если вкратце для тех, кто не знает, что такое метод бисекта, представьте себе ситуацию, что у вас есть 200 issues, и где-то среди этих 200 issues есть один фикс, в котором что-то падает. Вот. Можно перебирать, конечно, все 200 issues, просто 200 сборок собрать, посмотреть, на какой он не упадет. Но это долго. Бисект — это метод, когда мы каждый раз начинаем делить состояние на два. То есть мы берем 200 issues, находим сборку, где уже добавлено 100 issues, но 100 issues еще не добавлено, то есть половину. Открываем ее, проверяем, падает там или не падает. Если падает, значит, проблема в предыдущих stages, если не падает, в следующих stages. Таким образом, потом еще делим наполовину, еще делим наполовину, еще делим наполовину, еще делим наполовину, и в итоге находим сборку. Как итог, вместе с двух сборок мы там находим где-то сборок за 7, за 8, в общем, за немного. Вот. В принципе, на самом деле, тоже три варианта. Все три варианта могут работать. Что сделали мы? Когда стало понятно, что причина краша неизвестна совсем, на самом деле мы думали добавить логи, и даже добавляли логи, но оно, к сожалению, не помогло. Начался просто поиск бессектам проблемной сборки, и к утру следующего дня обнаружилось, что проблема происходила из-за кода в ветке со справлением небольшой ошибки. Там, ну, не то чтобы минор, ну, так, нормал. Изучение кода фикса позволило определить природу возникновения краша, и изменение кода у этого фикса, а точнее всего одной строчки, устранило краш. После того, как мы это сделали, людям из бета была выдана новая сборка, они подтвердили, что крашик ушел, исправление было долито в мастер, сборка уехала в продакшн. Там мы точно так же уехали сначала на 10%, посмотрели, что уже никто не страдает. Тем людям, которые были в поддержке, мы отдали тоже сборки, они сказали, что у нас все хорошо, мы все исправили. И по отзывам, по нашим радарам, мы увидели о том, что проблема ушла. Вкратце вот такая развлекуха у нас была. Коротко об итогах. В принципе, на самом деле, если говорить кратце о том, что произошло, ну, во-первых, у нас был больше, чем фикс, то есть баг был очень специфичный, он падал на определенных версиях андроида, и на самом деле там даже на определенных вендорах он падал, то есть все было еще интереснее. Вот. И, собственно, вердикт, который можно было бы добавить, что правильно было бы увеличить тестовое покрытие, и после этого история, разумеется, тестовое покрытие было увеличено. И еще одна деталь, что в бете не обратили внимание на краш, то есть мы сначала подумали о том, что действительно, ну, на самом деле, возможно, не критично, но, как оказалось, это было ошибочно. Никогда не стесняйтесь перепроверять дотошно, потому что возможно, что вы можете пропустить что-то вот такое, а этого никому не хочется, и вам же в первую очередь. Ну, и при изучении было важно определять особенности аккаунтов, которые пострадали. Вот. Это, собственно, история, и мы уже, в общем-то, движемся к финалу. Небольшой такой чек-лист от команды AncoraAndroidKey. Что делать, если что-то пошло не так? Делать, в общем-то, следующее. Если у вас фича недостаточно стабильно будет блокировать сборку, не стесняйтесь ее ревертить, то есть если вы понимаете, что у вас есть фича, есть опасность, что она взорвется, давайте мы ее лучше откатим, и пускай она поедет, допустим, в следующий релиз или через релиз, но она будет стабильна. Вот. Если мы понимаем, что фича чинится довольно-таки быстро, то ее просто чиним, и, в общем-то, она уезжает, пользователи счастливы, все счастливы. Если при сборке мастера обнаруживается баг, то есть в момент, когда уже все, вот сейчас она поедет в Торы, выясняем, является баг блокирующим или нет. Если баг блокирующий, то мы никуда не едем. Иногда правильнее сдвинуть релизный цикл на один день для того, чтобы никто не пострадал, и все было хорошо. Чем ехать день в день и на следующее утро страдать от того, что пользователи страдают. То есть вариант пятилетки в четыре года на самом деле не самый лучший вариант, и лучше все это делать с размерной текущей ситуацией. Если при раскатке клиента идет рост в Crashlytics, отзывах Google Play, поддержки, выясняйте причину росту сообщений и метрик, узнайте, есть ли у этой фичи тугл или ручка. Если вы еще не пользуетесь по каким-то причинам фичи туглом, сделайте небольшую админку и сделайте функционал фичи туглов, потому что это штука, которая очень поможет вам в будущем. И спустя год, я думаю, что, ну не знаю, скажете ли вы, конечно, спасибо всем, но эта штука очень полезная, ей пользуются очень многие, и это правда очень здорово. Вот. Если тугл есть, то поворачиваем тугл, если нет, то тормозим раскатку до тех пор, пока не успели пострадать еще больше людей. И если после завершения релиза начался рост, когда мы раскатались уже на 100% и уже отменить ничего нельзя, точно так же выясняем причину роста сообщений или метрик, узнаем, есть ли у фичи тугл или ручка, если есть, крутим, если нет, готовим хотфикс для того, чтобы следующим клиентам люди обновились, у них исчез краж или то, что произошло. Следование этим правилам поможет сделать ваш релиз легким и успешным. И для тех, кому лень читать весь текст, коротко о том, какой, в общем-то, универсальный рецепт успешного релиза. Читай документации, исследуйте, не стесняйтесь писать документации, документации, это очень важно и очень полезно. Часто бывает такое, что вы не написали доку, и через полгода вам потребовалось вернуться, чтобы вспомнить, что же там было. А через полгода вспомнить порой бывает сложно. Не допускать недотестированные фичи в вашу основную рабочую ветку, запускать автотесты фич перед этим девелоп, не стесняйтесь писать автотесты, кажется, что они отнимают время, но на самом деле потом они экономят гораздо больше времени. Это действительно работает. Следите за репортами в бете, если находится неприятный бак, разумеется, говорить об этом для того, чтобы вовремя остановиться, там остановить раскатку и сказать, давайте мы починим и поедем хорошо, и смотреть за вашими средствами аналитики, которые у вас есть. Firebase Crashlytics, Google Play Console, другие магазины, поддержки и так далее, и так далее. Ну, желаем вам успешных привезов и счастливых пользователей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!